МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. Расследование причин трагического происшествия в поселке Садовом в Екатеринбурге, когда в результате возгорания погибли 8 рабочих, взял на контроль заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев. Напомню, информация о возгорании в одноэтажном доме поступила ранним утром 20 января. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела 8 погибших. Помещение находилось на территории акционерного общества Тепличное. На место происшествия выехали руководящие сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и полиции. Возбуждено и расследуется уголовное дело о неосторожном причинении смерти. Прокуратура же, в свою очередь, проводит проверку, выясняя причины нахождения людей в ночное время в непредназначенных для проживания производственных помещениях. О результатах проверки будет доложено заместителю генерального прокурора в ближайшее время. Подводя итоги работы прокуратуры в минувшем году, нельзя не отметить, что в деятельность надзорного ведомства были внесены определенные коррективы. Таким нововведением, доказавшим свою эффективность, в частности, является открытие временной приемной генерального прокурора России по вопросам ЖКХ. О результатах работы временной приемной рассказывает начальник управления генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Сергей Филипенко. В конце октября прошлого года на базе управления генеральной прокуратуры в УРФО была открыта временная приемная генерального прокурора. Мероприятие начиналось в рамках подготовки визита генерального прокурора Юрия Чайки, который провел в Екатеринбурге совещание, посвященное соблюдению прав граждан в области ЖКХ. Изначально предполагалось, что после совещания в декабре мероприятие завершится, будут подведены итоги, и прокуратура продолжат работу в обычном режиме. Однако было принято решение не закрывать приемную еще до конца весны. Формат работы Уральской временной приемной получил высокую оценку в Москве. Наибольшее количество обращений поступило, естественно, от жителей Свердловской области, города Екатеринбурга. Это объясняется, естественно, территориальной приближенностью к управлению генеральной прокуратуры. Поступали также обращения граждан других областей и округов Уральского федерального округа. Таковых поступило 243. В настоящее время временная приемная продолжает функционировать, и принято решение генеральным прокурорам, что она будет работать до завершения, окончания отопительного периода 2012-2013 года. На самом деле прокуратура ведет личный прием граждан в любом случае. Однако формат временной приемной означает то, что на тему ЖКХ бросаются дополнительные ресурсы. Число прокуроров, ведущих прием, увеличивается. Сроки проверки по возможности ускоряются. Кроме того, все обращения берутся на контроль заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева. Имеются преимущества и для самой прокуратуры. В прокурору появляется целостность картины. Эти жалобы стали носить не какой-то разовый эпизодический характер, хотя их и так было много. Они поступают коллективно. Деятельность целой управляющей компании оценивается по различным направлениям. И мы можем судить уже о том, насколько она добросовестно работает в своей сфере на рынке жилья. Основная часть обращений, которые продолжают поступать, касается правомерности и правильности расчета тарифов ЖКХ. Несколько вопиющих случаев уже попали в прессу в начале зимы. Наша программа о них тоже рассказывала. Как известно, достаточно серьезная ситуация у нас была в городе Перууральской, Свердловской области, куда выезжала специальная бригада, комиссия управления Генеральной прокуратурой. Выезжала она фактически дважды перед началом проверки, после этого уже в порядке контроля в конце 2012 года, чтобы проконтролировать, как изменилась ситуация после прокурорских проверок, меняется ли она в лучшую сторону. И надо отдать должное в том, что в деятельности многочисленных компаний этого муниципального образования допускались те нарушения, о которых я говорил, связанные с правомерностью начисления качеством оказанных жилищно-коммунальных услуг и прочее. В данном случае проверкой, проведенной по многочисленным обращениям жителей этого муниципального образования, в деятельности акционерного общества Свердлов и Наргосбыт было установлено, что жителям Первого Уральска выставлялись завышенные суммы коммунальных платежей, которые фактически значительно превышали суммы реально потребленных жилищно-коммунальных услуг. По представлению прокуратуры, которое было внесено в декабре 2012 года, нарушения закона были устранены, гражданам произведен соответствующий перерасчет, и начальник Первого Уральского подразделения Свердлов и Наргосбыта был уволен. Аналогичные истории, хотя и не такие громкие, как Первого Уральские, происходили и в других муниципальных образованиях Свердловской области и Уральского округа. Кроме тарифов, недовольство граждан часто вызывает управление общедомовым имуществом. Одно из обращений касалось дома, который расположен прямо в центре Екатеринбурга, причем всего в квартале от управления Генпрокуратуры. Улица Горького в Екатеринбурге практически самый центр областной столицы. Одна из жителей дома номер 33 обращается на ненадлежащее содержание подъезда общедомового имущества. Согласно ее доводам, были сильные загрязнения подъезда, подслаивалось красочное покрытие и так далее. Действительно, проверкой проведенной прокуратуры Ленинского района были установлены данные факты. Доводы жительницы нашли свое подтверждение. Было возбуждено административное производство по статье 7.22 кодекса об административных правонарушениях нарушения правил содержания жилых домов в отношении руководства управляющей компании «Исток». Одновременно с этим в Ленинский районный суд города Екатеринбурга было направлено заявление в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса о признании бездействия этой управляющей компании «Исток» незаконным по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан. Помимо управляющих компаний, проверке подвергалась также деятельность органов местного самоуправления. Довольно часто срывы отопительного сезона, а также крупные коммунальные аварии происходят потому, что своими обязанностями пренебрегает муниципалитет. В этой ситуации мы видим многочисленные прорывы теплотрасс, сбои в теплоэлектроснабжении. Они во многом обусловлены и в том числе, может быть, ненадлежащие деятельности органов местного самоуправления, на которых в силу, в соответствии с действующим законодательством, 131-м так называемым федеральным законом возложгаются обязанности по организации именно тепла, газа, вода, электроснабжения, надлежащим обеспечиванию населения жилищно-коммунальными услугами. И надо отдать должное о том, что в силу ряда каких-то причин, может быть, даже которые носят объективный характер в связи с отсутствием бюджетных возможностей, органы местного самоуправления, тем не менее, не справляются с возложенными на них обязанностями, не контролируют деятельности управляющих компаний, других организаций жилищно-коммунального хозяйства, не дают должной оценки работы муниципальных предприятий, которые осуществляют свою деятельность на рынке жилищно-коммунальных услуг. В этой связи прокурорами точно так же принимаются меры реагирования, объявляются предостережения, вносятся представления, в исключительных, наиболее самых вопиющих случаях обращаются с заявлениями в суды, в соответствии с которыми обязывают устранить те или иные нарушения в сфере ЖКХ. Естественно, дается оценка прокурорами, в том числе, и как расходуются денежные средства, которые поступают из федерального бюджета, областного бюджета, на реформирование объектов жилищно-коммунального обеспечения. И при наличии оснований принимается решение о направлении материалов проверки в органы предварительного следствия. Возбуждается уголовное дело. Следует заметить, что первая половина текущего аварийного сезона была менее аварийной, чем аналогичный период прошлого. Более гладко прошел и сам его старт. В этом, несомненно, видится весомый вклад прокуратуры. Совместные совещания местных властей, энергетиков и коммунальщиков, а также выездные мероприятия сделали свое дело. Однако расслабляться не следует. Отопительный сезон сейчас в самом разгаре. Внесение определенных корректив потребовала и работа прокуроров по защите трудовых прав граждан. В связи с прокатившимися по Уралу протестными акциями рабочих, не получивших причитающуюся им заработную плату, сотрудники надзорного ведомства обратили пристальное внимание на деятельность предприятий банкротов. Как заставить платить по долгам нерадивых собственников и управленцев, расскажем далее в нашем следующем сюжете. 2012 год с точки зрения соблюдения трудовых прав граждан оказался крайне непростым. Тем не менее, прокуратуре удалось разрешить несколько острых конфликтов, связанных с невыплатой заработной платы. Прежде всего, это касалось предприятий Свердловской области. В принципе, мы посчитали, что по данным, по оперативным данным прокуроров в том году нам удалось снизить размер долга по зарплате на сумму свыше 800 миллионов рублей. Округ вышел на первое место в России по минимизации долгов по заработной плате, но, к сожалению, здесь не обошлось и без проблем. Мы осенью прошлого года столкнулись с целой волной протестных акций на ряде предприятий. Причины на каждом из них были различны, но их всех объединял один аспект. Все они находились в процедуре ликвидации банкротства. В этой связи по каждому предприятию мы провели соответствующие проверки. В ряде случаев пришлось привлечь к ответственности арбитражных управляющих, которые не смогли влиять на ситуацию. Стоит заметить, что долги по зарплате на предприятиях банкротах тянутся еще с тех времен, когда они работали в полную силу. Согласно закону, во время конкурсного управления на заводе остается минимум персонала, который, собственно, производством не занимается. Таким образом, если речь идет о задолженности, к примеру, в три месяца, то на самом деле работники завода не видели денег гораздо дольше. Одна из острых ситуаций, разрешенных в 2012 году при непосредственном участии прокуратуры – задолженность перед рабочими ООО «Нигма» – Верхнесенечихинский металлургический завод. Люди просто потеряли веру, но их много раз обманывали, поэтому потеряны веры руководителям любого, причем уровня. Хоть приезжали с Министерства металлургии, начинают обещать, потом эти ни сроки, ничего не выполняется. И вот Александр Владимирович сумел найти контакт со всеми нашими людьми. Ситуация попала в поле зрения прокуратуры благодаря мониторингу СМИ. О голодовке рабочих написала одно из информационных агентств. Публикация в прессе, точно так же, как и заявление гражданина, может служить поводом для прокурорского реагирования. К этому времени задолженность перед работниками предприятия составляла свыше 20 миллионов рублей. Лапаевской городской прокуратурой были приняты все меры для ведения переговоров с собственником Верхнесенечинского филиала по выплате задолженности по заработной оплаты, которые, в общем-то, закончились получительным результатом. Полностью, на сегодняшний день задолженности по заработной плате практически нет. То есть все выплаты, которые необходимы были сделать при ликвидации предприятия, они все выплачены полностью. Еще один трудовой спор, связанный с задолженностью перед работниками, был разрешен в Сесерте. На предприятии ЗАО «Энергомаш» Сесерте «Уралгидромаш». Здесь до банкротства не дошло, продукция предприятия имеет широкий спрос. Однако ряд мелких трудностей в 2012 году сложился в одну большую. Задержки с выплатами начались в мае и продолжались до поздней осени, фактически до вмешательства прокуратуры. При этом заявлений снова никто не писал, нарушения были вскрыты во время проверки, проводимой по другому поводу. В результате работы с Сесерской межрайонной прокуратурой был составлен график погашения задолженности, и к делу 2013 года ее удалось ликвидировать. Более того, сам порядок выплаты зарплаты на заводе был приведен в соответствии с трудовым кодексом. Раньше этого не было. Завод продолжает работать в обычном режиме. Не было заявления от предприятия, от нас, что инициаторами вот создание вот этой обстановки и выявление всех этих факторов, почему, зачем и когда будет исправлено. Инициаторами была Сесерская межрайонная прокуратура. Понимаете, вот легче, конечно, получить от кого-то письмо жалобное. Помогите, пожалуйста, у нас этого нет, у нас этого, нам вот этим надо помочь. И они вынуждены в дело производства это взять, а это инициатива от них. И я вот, вернувшись на предприятие, соберу, ну, в своем коллекте обязательно, и, может, даже в газете это отразим, что спасибо, конечно, что смотрят на нас сверху, видят, что нам плохо, и помогают. Очень приятно будет рабочим, они у меня всяких возрастов есть, и всякие тоже времена пережили, и социализм, и демократию. Что они не забыты сверху, что о них помнят, знают, что они работают на государство, и государство помнит о них. Спасибо. Несмотря на улучшение обстановки, полностью уничтожить задолженности по зарплате пока не удается ни в Уральском округе, ни в целом по стране. Это поле деятельности для прокуратуры по-прежнему одно из основных. Ситуация находится на личном контроле заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева. На контроле управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе находится ход расследования громких, резонансных, многоэпизодных дел, а также вопросы противодействия преступности в целом и коррупции в частности. За минувший год на территории Уральского федерального округа зарегистрировано около 230 тысяч преступлений. Более четырех десятков уголовных дел 2012 года расследовались под непосредственным контролем и надзором управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. Речь идет о тяжких и особо тяжких составах. Преступления, совершенные организованными преступными группами, а также наркопреступность и коррупция. Нередко фигурантами становились настоящие ВИП. Более двухсот должностных лиц было привлечено к уголовной ответственности по коррумпированным составам, в том числе три вице-губернатора, а также ряд государственных и муниципальных чиновников более низкого уровня. В Курганской области осуждена за мошенничество начальник областного управления здравоохранения Иванова. Еще одно громкое курганское дело – суд над Михаилом Гурко, депутатом областного ЗАГСа Брания и бывшим советником губернатора. Кадры суда над Гурко на ваших экранах. Следствие удалось собрать, нам удалось представить суду убедительные доказательства причастности его к совершению ряда резонансных, получивших общественный резонанс уголовных дел, преступлений прошлых лет. Тем не менее, работа в данном направлении здесь не завершена. Отдельные факты данной преступной деятельности продолжают расследоваться следователями окружного уровня. Дело Гурко интересно тем, что он обвиняется не в коррупционных преступлениях, как можно было бы подумать, исходя из его ранга, а в чистой уголовщине. Во время предвыборной кампании 2004 года господин Гурко с соратниками бросили гранату F1 без взрывателя в окно избирательного штаба конкурента. Статья 213, часть 2. Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружием. Через два года снова в составе группы Гурко поучаствовал в избиении гражданина Федотова. Статья 111, часть 3. Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное по найму группой лиц. Причиной инцидента стал спор о правах собственности на один из домов отдыха. После этих событий Гурко пришлось скрываться за границей, но он был пойман на Украине и в конце декабря осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также в поле введения окружного управления генпрокуратуры попадают преступления, сокрытые органами полиции. В минувший год прокуратуре пришлось разбираться с аномальным снижением преступности в Ханты-Мансийском автономном округе. По результатам 2012 года беспокойство вызывает юг Тюменской области. Снижение – главный симптом того, что преступления скрываются. Чтобы скрыть преступления, полицейские могут фальсифицировать протоколы и объяснения свидетелей и потерпевших. Как правило, это преступления, которые мы называем неочевидными, там, где для их раскрытия необходимо принимать дополнительные усилия. Как правило, эти преступления скрываются от учета. Достаточно сказать, что количество возбужденных дел в отношении должностных лиц правоохранительных органов возросло в полтора раза. Значительная часть этих дел уже направлена в суды, более десятка лиц осуждены за такие преступления. Из вышеупомянутых 230 тысяч преступлений, зарегистрированных в Уральском округе в прошлом году, 17 тысяч были выявлены и поставлены на учет прокуратурой. В текущем году усилия прокуратуры предполагается по-прежнему направлять на борьбу с сокрытиями преступлений, а также на декриминализацию оборота наркотиков и борьбу с коррупцией. В сфере последней особое место будет уделено преступлениям в области ЖКХ, а также закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. Напоминаю, что обратиться во временную приемную генерального прокурора России по вопросам ЖКХ вы можете по адресу город Екатеринбург, улица Пушкина, дом 3, а также по почте или через интернет. Наша программа выйдет в эфир ровно через неделю. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин